МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. 70 лет исполняется старейшему предприятию Ленинского округа, заводу Москокс. Москокс в последнее время позиционирует себя как предприятие, которое производит кокс повышенного качества. В Ленинском округе продолжается вакцинация населения. Сотрудники мобильного пункта посетили жилой комплекс «Зеленые аллеи». По специфике своей работы я не хочу заражать других. В ВИДНОВском сквере юность новой экспозиции под названием «Связь поколений». На этой выставке мы хотели акцентировать внимание на то, что завод – это не просто место работы, это семья, это жизнь. 70 лет со дня основания празднует в эти дни коллектив Московского коксогазового завода. К сожалению, ограничения, связанные с пандемией, не позволили отметить эту круглую дату с размахом. Но все же у проходной предприятия провели торжественный митинг, где работникам Москокса вручили памятные награды. Более 900 человек работает сегодня на заводе акционерного общества Москокс. Конечно, не все смогли принять участие в торжественном мероприятии по случаю 70-летнего юбилея завода. Как известно, производство кокса – цикл беспрерывный. Но и к тем, кто сейчас на рабочем месте, были обращены слова руководителя предприятия. Товар и та продукция, которую делают металлурги, она была востребована, сейчас востребована и будет в ближайшее время еще долгое-долгое время востребована. Поэтому я сердечно поздравляю всех вас и нас с нашим профессиональным праздником. Удачи всем, здоровья крепкого. Строительство завода началось в 1937 году, но в планы вмешалась начавшаяся война. В возведенных цехах разместились мастерские по ремонту авиационных деталей. Строительство возобновилось после войны. Первый кокс был произведен в апреле 1951 года. Сейчас на заводе работают дети и внуки тех, кто его основал. Начинали родители жить вот в таком вагончике, в каком я и родился, 1 мая 1954 года. Из таких вагончиков был построен целый поселок. Несколько улиц было, и где-то они просуществовали почти до 70-х годов. Именно благодаря коксогазовому заводу на карте Подмосковья появился город Видное. Сейчас МКГЗ уже не является градообразующим предприятием, но на нем по-прежнему работает много видновчан, некоторые целыми семьями, как Антоновы. Отец у меня, он газоэлектросварщик, и мне изначально, еще с детства это уже нравилось, еще я любил разбирать все конструкторы, смотреть внутренности, опять собирать, ковыряться, это было мое изначально с детства. И я за ним, он пошел, я как старший, я за ним. Ну, а ребята слушали, как мы здесь работаем, какой коллектив интересный, веселый. Ну, и также попробовали, пришли, им понравилось, и работает по сей день. Без кокса невозможно существование и развитие металлургического производства. В настоящий момент завод производит более 2,5 тысяч тонн кокса в сутки. Проектная же мощность завода порядка 1 миллиона тонн в год. И львиная доля продукции поставляется за границу, в страны Европы и Азии. Москокс в последнее время позиционирует себя как предприятие, которое производит кокс с повышенного качества. Поскольку у нас сейчас львиная доля потребителей, это зарубежные компании, которые определяют очень высокие требования к качеству кокса, мы целенаправленно подбираем определенные угли, которые нужны для получения кокса такого качества. И по технологии, соответственно, стараемся делать все, что требуется для обеспечения вот этих всех параметров. На протяжении всей своей истории коллектив завода доказывал, что способен справиться с любыми трудностями и готов выпускать продукцию только самого высокого качества. С юбилеем Москокс! Максим Козлов, Александр Логинов, Евгений Садовский, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В Ленинском округе продолжается вакцинация населения. Сегодня сотрудники мобильного пункта посетили жилой комплекс «Зеленая аллея». Вместе с ними туда отправилась и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Александры Столяровой. После введения новых ограничений в регионе число жителей Ленинского округа, решивших пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, заметно повысилось. Записаться в поликлинику порой трудно, поэтому сегодня спасают мобильные пункты. Еще за полчаса до приезда группы медиков в ЖК «Зеленая аллея» у места проведения вакцинации собралось немало желающих сделать прививку. Это было мое собственное решение, потому что на самом деле очень страшно слушать повестку про этот вирус. Я сам работаю в медицине, с медицинскими конференциями, и поэтому по специфике своей работы я не хочу заражать других. С открытием мобильного пункта у дома номер один собралось не менее 50 человек. Первыми в очереди стояли те, кому сегодня предстояло получить второй компонент вакцины «Спутник Ви». Первый перенес. На следующий день была маленькая температура, около 37. Ну, в целом все хорошо. Мобильный пункт в «Зеленых аллеях» продолжал работу полтора часа. В запасе медиков было более 60 ампул вакцины. Через 21 день на том же месте смогут привиться те, кто в этот день получил первую прививку. О необходимости прохождения второго этапа вакцинации жителей проинформируют через СМС-сообщение. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В Центральной библиотеке прошел вечер памяти чешского певца Карла Готта. Вспомнить популярные мелодии и подробнее познакомиться с биографией известного музыканта собрались участники клуба замечательных людей и кружка по немецкому языку. Певец, которого называли «Чешским соловьем» за свою творческую карьеру, выпустил более двух тысяч песен и был популярен далеко за пределами своей страны. В мире продано свыше 30 миллионов аудионосителей с его записями. Карл Готт пел на немецком, словацком, русском и других языках. Участники встречи наслаждались лирическими песнями о счастье, любви, верности и участвовали в конкурсах. Задание для всех подготовил преподаватель кружка немецкого языка Дмитрий Умеров. Победители турнира «Угадай мелодию» и лучшие в состязании художников и танцоров получили заслуженные награды. В Видновском сквере «Юность» открылась новая экспозиция под названием «Связь поколений». Она посвящена грядущему Дню Металлурга и Московскому коксогазовому заводу, который в этом году отмечает свое 70-летие. На открытие выставки побывала и наша съемочная группа. «Связь поколений» – именно так называется новая экспозиция, разместившаяся на стендах в Видновском сквере «Юность». Это уже вторая выставка в этом году, посвященная Московскому коксогазовому заводу. Конкретно на этой выставке мы хотели акцентировать внимание на то, что завод – это не просто место работы, это семья, это жизнь, где трудятся, начиная от начала жизни до конца жизни, и сыновья, и внуки, и деды, все-все-все. Историко-культурный центр готовил экспозицию совместно с сотрудниками МКГЗ. Я по редакционным архивам поискала, в каких-то газетных подшивках, ну и, конечно, пошла по заводу искать представителей этих династий, чтобы их сподвигнуть, посмотреть в семейных архивах. На коллажах можно увидеть целые династии работников Москокса и краткую справку обо всех членах семьи. У каждой своя удивительная история. Вот Гальцевы. Они приехали сюда, видное, как бы сказать, до войны, начало строительства завода. Началась война, он уходит со строительным батальоном на фронт. После этого возвращается на завод, продолжает работать. На заводе работают его дети Юлия и Наталья. А, к примеру, общий стаж работы на заводе династии Беловых-Федуловых, состоящей из 20 человек, составляет около 300 лет. Что касается самой большой семьи, то вот Злобины, можно их назвать. То есть там было у них изначально пять братьев, которые постепенно перебазировались вот на наш завод. И там братья, родственники этих братьев, многочисленные по женской линии, по мужской линии, там даже в связях очень сложно было разобраться. Кстати, краевед и сотрудник историко-культурного центра Владимир Меньшов когда-то сам работал на Москоксе. Когда после школьной скамьи пришел на это производство, я впервые увидел, что такое техника по-настоящему. Я увидел эти машины большие, большие компрессора, колонны синтеза. Конечно, это все завлекало. Тем более нас, мальчишек. На выставке представлены фотографии 32 династий, работавших и продолжающих работать на московском коксогазовом заводе. Но на самом деле их гораздо больше, а значит, впереди нас ждут новые экспозиции. А пока с выставкой «Связь поколений» можно ознакомиться до конца августа. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.